Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня в День Победы мы с особыми теплыми чувствами приветствуем в России и в Москве наших надежных партнеров и друзей. Этот священный праздник торжественно отмечают в государствах Содружества во многих странах Европы и мира, всюду, где осознают неприходящую ценность справедливости, равенства и гуманизма, где помнят и чтут героизм подвиги воинов, отстоявших свободу и будущее для народов планеты. Над величием грандиозной победы 1945 года не властно время. И несмотря на все попытки переписать историю, также незыблемы и те уроки, которые мировое сообщество обрело в горниле Второй мировой войны. Нацисты, японские милитаристы втянули в неё почти 80% населения Земли, развязали агрессию в Европе и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, погубили миллионы ни в чём не повинных людей. И вечной, немеркнущей славой овеян подвиг тех, кто остановил и сокрушил это зло. Мы помним вклады в борьбу с нацизмом союзников по антигитлеровской коалиции, участников конвоев программы «Элент-Лиза», в числе которых была, кстати говоря, в неё входила и Куба. Президента этой страны, господина Мигеля Диоса Каннеля Бермудеса, мы рады видеть в этот торжественный для всех нас день. В лице президента Лаоса Хангула Сесулита приветствуем народы стран, где в годы Второй мировой войны активно действовали подпольщики, участники национально-освободительных движений. Их борьба стала прологом становлению в Азии независимых суверенных государств, которые сегодня играют растущую роль в глобальной экономике и в мировых делах. Основной удар нацистской военной машины принял на себя Советский Союз. И враг получил самый яростный, непреклонный отпор. На защиту Отечества встал весь советский народ. И такого единства, такого массового героизма, ещё не знала история. Для глав Сотружества независимых государств, которые собрались сегодня здесь, День Победы – это великий праздник. Ветераны войны, труженики тыла в наших странах есть в каждой семье. Только что вот мы ехали сюда в автобусе вместе и говорили об этом, считали, сколько осталось в строю ветеранов. Память о тех, кто ушёл – неотъемлемая и очень важная часть нашей общей истории, наших общих ратных и трудовых триумфов. Страна, победившая нацизм, отстоявшая свою свободу, также искренне поддерживала другие народы в их праве на самоопределение. Словом и делом помогала народам африканского континента, Азии и в период их антиколониальной борьбы и после обретения ими государственной независимости. Полагаю, присутствующий здесь президент Республики Гвинея Бесау согласится, что такая последовательная политика Советского Союза, а затем и России, принесла свои плоды. Африка укрепляет свой потенциал, чтобы стать одним из самобытных и успешных центров многополярного мира, уверенно формируя подлинный политический и экономический суверенитет. Хочу подчеркнуть, Россия продолжит курс на развитие взаимовыгодного партнерства, дружбу со всеми, кто разделяет ценности свободы и справедливости. Выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности. Это наш долг перед всеми, кто прошёл через страшные испытания Второй мировой войны. Память о боевом братстве наших отцов, дедов и прадедов, открытость, взаимопонимание и дружба людей разных, национальностей, культур и традиций – это будет надёжной опорой для нашего движения вперёд, для совместной работы во имя будущего. Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую победу, за мир и благополучие, за наших добрых друзей. Спасибо, что вы с нами.